В годы Великой Отечественной войны полевая почта доставляла до 70 миллионов писем в действующую армию каждый день. Весточку ждали с нетерпением близкие и родные. В целях конспирации на фронтовых треугольниках указывали лишь номер почтового ящика. Эти письма солдат стали тонкой ниточкой между фронтом и тылом. Их ждали, надеялись и верили в победу. Петр Луньков в годы Великой Отечественной войны, как и многие сверстники, защищал родину. Он попал на фронт 18 лет. Служил в составе 91-го отдельного штурмового инженерно-саперного полка в звании младшего лейтенанта. Петр Яковлевич награжден орденом Красного Знамени. Герой войны вспоминает, находясь вдали от дома, он старался писать письма своему отцу. Весточку с фронта ждали родные и близкие. Мы много не умели право писать, где там, что. Ну что, приехал на фронт, участвовал в каких-то боях, в каком-то месте таком. Вас не забываем, скучаем, ждем победы, возвращаемся скоро с победой. Но не скоро вернулись. В 1947 году только с папой встретился. Военная почта была единственным способом общения с родными и близкими. Война закаляла людей, делала их бесстрашными. В Центральном государственном музее бережно хранят письма с фронта. Они трогательные и очень личные. В одном из них радистка Воронина пишет маме в стихотворной форме. Вот эти строки. Я в пути возмужала, был нелегок он путь. Стала крепче, пожалуй, и постарше чуть-чуть. Петров, он пишет своей сестре. Это письмо написано простым, бытовым, пожалуй, языком, где он не очень лестно отзывается о фашистах, о немцах. И говорит сестре, что им было уничтожено очень много фашистов. И говорит о том, что даже о нем написали в газете статью. И делятся своей сестрой такой радостью. Письмо имело форму треугольника по нескольким причинам. Во-первых, не требовалось конверта. А во-вторых, это было удобно при проверке военной цензуры. Сегодня эти документы стали частью истории. Но за каждой строчкой фронтовых писем стоит судьба человека. И сколько бы времени ни прошло, они всегда будут олицетворять дыхание войны, бесстрашное сердце солдата, веру в победу. Анастасия Валикжанина, Канад Каматаев. Итоги дня Алматы.